Близкие мои друзья знают историю, как я попал в Афганистан, будучи выпускником финансового училища. Сразу я хотел туда попасть. Я бы откровенно сказал, что это не был какой-то патриотический позыв, что вот мне надо Родину защищать. Может быть, это звучит как-то не совсем, но на самом деле это была такая романтика, поиск и жажда романтики, чтобы побывать в боевых условиях. И я откровенно об этом говорю. Я трижды писал рапорт в Афганистан, и все три раза мне отказывали, потому что, точнее, два раза мне отказывали, потому что мне сразу говорили, что ты замполит с финансовым образованием, там нужно с партийно-политическим образованием, замполиты. И вот в третий раз, когда, поскольку все отказались в Афганистан ехать, вспомнили о том, что есть чудак, такой лейтенант, который хочет в Афганистан поехать. Когда я пришел домой, я сказал, пап, так и так, вот я поеду в Афганистан. Это было за ужин. Он говорит, ну раз ты решение принял, значит езжай. А мама сказала следующую фразу. Ну, наконец, ну хорошо, что ты поедешь в Афганистан, может быть, ты научишься мясо есть. Я вегетарианец, и она надеялась, что если меня направит в Афганистан, то там еще обязательно буду, начну есть мясо. Но это не сбылось, я мясо так до сих пор и не ем. Мы пересекли границу в районе городка Хайратон и увидели афганцев. И поверьте, вот это тут был шок. Абсолютно говорю, серьезно, потому что мы увидели очень нищую страну, очень-очень бедных людей, отсутствие какой бы то ни было, ну, такой гигиены в нормальном понимании. И это был, вот, честно говоря, это был шок. Мы не сразу поняли, что вообще, куда мы попали. Мы ехали защищать апрельскую какую-то социалистическую революцию, какой там социализм, там был каменный какой-то век. Запах Афгана – это совершенно непередаваемое ощущение. И вот в 2006 году мы с Женей Котовым вернулись туда, в Афганистан, на неделю мы туда ездили. И вот этот запах, он, мы опять с ним, честно говоря, вот я лично ждал его, когда вышли из самолета, и вот этот запах Афганистана, он присутствует. Я не знаю, что это такое, но это на самом деле есть. Поверьте, что каждый камень, вот, ты это видишь, мимо и приезжаешь, ты знаешь этот камень. Вот этот поворот, ты его знаешь, этот поворот. Ты сейчас ждешь, что сейчас вот твой пост, твои бойцы будут тебя встречать. И когда мы уже подъехали на то место, это глубоко в горах, на Джалабадской дороге, мы вышли из машины, я долго стоял, я помню, что не мог прийти в себя. Ощущение, что то, что ты стоишь здесь, что ты находишься, это было через 25 лет после того, как мы там оттуда вышли, уехали с Джалабадской дороги, что это что-то за пределами нереального, что это не я стою, это какая-то моя голограмма стоит, то, что поверить, то, что ты находишься на месте, может быть, самым дорогом в твоей жизни, это было просто нереально. Об Афганистане сейчас много и легенд, легенд. К сожалению, есть и люди, которые, может быть, иногда и прикрашивают в этих легендах что-то. Я считаю это не совсем правильно, потому что, если это война, то надо рассказывать о войне такой, какой она была. Там было и много тяжелого, и много крови, и гибели людей, и гибели моих боевых товарищей. Но были минуты, когда было весело и смешно, мы находили возможность как-то повеселиться. К нам как раз прислали молодое пополнение. Одним из среди них, молодых ребят, были несколько туркмен, Шаназар, Сейт Кулиев, Тупий Мурад, Джумеков и Гриша Бояров, Гурбан Мурад Болеевич Бояров, один из моих самых любимых солдат. У нас там баня была, ну, сами мы сделали баню. Он взял этот тазик и начал барабанить, как вот по народному инструменту, и запил. И потом мы несколько раз, вот частенько довольно просили его попеть для нас. И вот мы все садились в нашем, у нас там не было помещения, мы сами сделали из камней, из травы, из камыша себе, вот этих землянок таких. И вот он садился у печурки и пел свои вот эти туркменские песни на языке, которые никто из нас не понимал. Но вот эти, не знаю, час там, около часа, что он пел, это было незабываемое. Потому что вот так ты сидишь, кто-то о доме своем вспоминает, кто-то еще. Потому что непонятно, о чем он-то пел. Я однажды спросил, Гриша, о чем ты поешь? Я пою вот о любви. И вот пел, и вот мы все ребята из Брянска, из Белгорода, из Прибалтики, вот сидели вот так и слушали, как этот туркмен поет на тазике свои песни. День защитника Отечества – это такой праздник, который позволяет тебе иногда промотать пленочку назад, как бы вспомнить твои армейские годы, курсантские годы, годы. Не только же мы в Афгане служили, у нас было до Афганистана и после Афганистана, много интересного чего. Это позволяет как-то вот так промотать назад. Но, может быть, самое главное в 23 февраля – это некое понимание, что ты являешься общностью такого достаточно большого количества людей, для которых этот праздник, ну, Новый год – это праздник для всех. Вот он такой вселенский такой праздник. А 23 февраля – это такой особый праздник, он праздник мужчин, которые носили военную форму, те, которые не только воевали, а, может быть, и здесь добросовестно выполняли свой воинский долг. Но вот эта принадлежность к этой касте людей в погонах, оно как-то тебя, ну, не знаю, дисциплинирует. Мне нравится этот праздник, я обожаю этот праздник, потому что, и, во-вторых, это напоминание о том, что скоро будет 8 марта. Редактор субтитров А.Семкин